виталий приветствую тебя торговая сессия вторника наша традиционная встреча разбираем события фундаментальные если они есть на повестке экономического календаря на что вообще стоит обратить внимание подсказываем нашим подписчикам тем кто следит за нашим с тобой совместным еженедельным контентом какие есть возможности здесь сейчас и как их собственно используя в общем традиционный сценарий все ближе к заседанию федрезерва фактически уже наш с тобой следующий эфир будет после заседания американского регулятора и будет возможность по факту обсудить уже масштаб сейчас пока что предполагаемого прогнозируемого снижения ключевой процентной ставки но потом уже будем постфактум говорить сегодня начинается двухдневное заседание федрезерва на завтра итоги у тебя вообще какие ожидания считаешь ли ты что фрс может снизить ставку на 50 байс на пункт вот очень интересно твое мнение и так и так приветствую всех ну я скажем так у меня есть какие-то ощущения по поводу какого-то сюрприза вот реально а какой он будет вот еще до до вчера скажем у меня было такое ощущение что евро еще чуть-чуть просядет условно но вчера так закрыли день что сейчас мало вероятно поэтому сколько там смотрят 40 процентов где-то на 0 25 процентов что повысит ставки до 59 я даже скажу больше уже 67 только что перезагрузил страницу на 50 байс на пункт но но в принципе это как бы они ожидать но это будет сюрпризом для рынка и все таки возможно как аналитики склоняется что по по низу всего на 0 25 потому что если они понизят на 0 5 то это будут якобы указывать на то что экономика в процессе и чтобы не показывать это ну такое я думаю какой-то будет сюрприз еще даже важно не поднижение ставки риторика и так далее сложно сложно это все сказать есть определенное мнение по рынку ну посмотрим посмотрим согласен то что будет очень интересно потому что столько интриги вокруг этого масштаба снижение почвопроцентной ставки буквально еще до выхода данных по инфляции на прошлой неделе были абсолютно все уверены что ну шансы на снижение ставки на 50 байс на фонтов они прям стремились к нулю а вероятность снижение ставки на 25 стремилась к отметке 100 процентов сейчас радикальная смена после cpi после ppi наломали дров конечно же эти отчеты добавили волатильности доллар продемонстрировал широкий диапазон движения были локальные максимумы там чуть ниже отметки 102 пункта потом резко опять же обвалили инструменты и вот сейчас вот подвисли где-то знаешь вот непонятно где это не не 101 и не 100 пунктов вот промежуточное значение 100 . примерно 50 ну 100 . 40 текущей котировки и рынок в штиле ждет конечно же решение фактическое по ставке и прогнозы по инфляции по экономическому росту и так далее ну что давайте начнем с меня так у меня как раз индекс доллар открыто котировки как я уже отметил 100 . 40 снова делаю акцент на то что если среди вас друзья есть те кто ориентируется на будущее решение фрс на основании инструментов этого чтула от семьи групп то я советую не как бы не списывается счетов возросшую вероятность того что ставка может быть скорректирована на 50 байсных пунктов это еще не решенный вопрос мы видим то что эти оценки меняются не то чтобы каждый день фактически каждый час вот сегодня когда я записывал утренний брифинг вероятность снижения ставки на 50 байсных пунктов было 70 процентов сейчас вот уже 67 то есть настроения меняются даже без появления каких-то дополнительных фундаментальных триггеров я сторонник целом того что пресс может снизить ставку на 50 байсных пунктов одну по крайней мере только лишь потому что вы есть для этого условия и основания мы ранее с тобой вместе детально анализировали рынок труда говорили опять же про ситуацию с инфляцией кому интересно можете в экономическом календаре посмотреть насколько сильно просела инфляция что через основной индекс потребительских цен что через индекс b5 через промышленную инфляцию там очевидный дезинфляционный тренд и на мой взгляд в текущих условиях федеризирую нужно сделать ну хоть что то что могло бы сильно сказаться на будущих перспективах экономического роста и на будущих перспективах в целом американской экономики 25 байсных пунктов ну в принципе тоже нормальное решение особенно если фрс скажет что ставка будет снижена на каждом там из последующих двух-трех заседания как минимум и это в целом оставит вероятность коррекции ставки на 100 байсных пунктов до конца года но если ставка будет снижен на 50 байсных пунктов я думаю то что вот этот импульсный рывок вниз он должен последовать потому что сейчас мы видим как меняется сантимент и видим то что по многим инструментам прямо не хватает какого-то серьезного импульсного движения чтобы устроить опять же охоту за стопами тех трейдеров которые сейчас составляют большинство большинство сидят в как раз о коротких позициях по риску инструментом о той же самой европейской валюте и в коротких позициях по золоту и мы видим то что золото обновляет довольно таки часто за последнее время исторические максимумы то есть сидя против толпы по индекс доллара я останусь уверен своей идее то что мы увидим 100 пунктов 100.40 текущей котировки но 40 пунктов для этого инструмента но это прям ерунда особенно когда на повестке такое фундаментальное событие будет ли сильно ниже пока я не буду загадывать и в целом бы рекомендовал мне искушать судьбу если вы опять же друзья шарците доллар то уже там пора размещать уровне тэк профита и фиксировать прибыль там защищать ее потому что точно будет какая-то реакция психологического значения 100 пунктов может быть коррекционный откат и так далее но фундаментальный фон на мой взгляд также располагает тому чтобы мы наблюдали за слабеющим долларом индекс доллара 2000 точнее золото 2583 мы вот по сути рядом с историческим максимумами я думаю что они будут обновлены не раз еще на этой неделе думаю что это произойдет даже сегодня исключительно восходящий тренд сантимента значения ну прям очень красивые даже не 70 30 которых я всегда говорю сейчас это 18 процентов трейдеров то есть меньшинство находится в длинных позициях и большинство соответственно сидит 82 процента в коротких видимо не достиг еще рынок тех уровней где может произойти смена этого сантимента и где должно произойти переосмысление когда классический толпа начинает верить что ладно нужно покупать и как мы знаем рынок в этот момент времени разворачивается и снова оставляет толпу ни с чем нужно как психологическое круглое значение 2600 может быть даже повыше кстати если у тебя будут сегодня рекомендации по золото вот тоже хочется понять твое видение в целом ожидаешь предложения этого тренда где видишь золото в ближайшие торговые сессии я бы рекомендовал держать длинные позиции 2600 и потенциально даже выше на мой взгляд сейчас очень опрометчиво ставить на коллекционный откат либо снижение учитывая то что доллар доходности трежерис активности институциональных инвесторов спрос со стороны центральных банков все эти факторы пользуют на рынке драгоценных металлов так и что касается европейской валюты 1.11.15 текущей котировки очень неожиданное решение по снижению ставки по масштабу скажем так снижением чего последней ставки потому что скорректировать сразу на 60 байсных пунктов но как я также отмечал на своих брифингах что разочаровал трейдер то что лагар так и не прояснила перспективы снижения ставки на следующем заседании то что и цб понизил прогноз экономического роста и повысил прогноз по инфляции на конец этого года из-за высоких заработных плат ну как их так трактовать интерпретировать по идее если положиться на классический экономический анализ все с правительные заявления которые мы услышали не сигнализируют о том что я цб сейчас сделал ход конем выиграл какое-то время и теперь будет наблюдать за тем как экономика адаптироваться к этому то есть возможно до конца этого года даже больше не будет снижение процентной ставки от федеризирова мы ожидаем как минимум три снижения процентной ставки причем на одном из заседаний ставка может быть примерно настолько же скорректирована не на 60 байсных пунктов она 50 байсных пунктов то есть не сильно отличается контраст политика интереса именно к риску на фоне слабости доллара я думаю то что есть все условия для того чтобы ждать евро долларша выше уровень 1 12 я уже знаешь виталий с таким мнением о рынке что по евро доллару вообще нужно уже прям привыкнуть что вряд ли мы увидим пару ниже отметки 1 10 какой-то отдаленной перспективе то есть можно смело уже обозначать какой-то мысленный диапазон про торговки до конца года на октябрь ноябрь декабрь и думаю что эти движения будут диапазоне один вот как раз одиннадцать один пятнадцать это вот моя точка зрения в общем длинные позиции здесь и авторитет так слово тебе передаю итак я пройдусь практически по тем же инструментом плюс добавлю нефти потому что там есть стратегические изменения у меня так ну давайте начнем с евро индекса доллара ну евро в принципе согласен с тобой что по евро тренд восходящий я только рассматривал один из сценариев что евро может еще на на этой неделе плюс минус протестировать 1 10 то есть вот эти минимумы то есть такой вариант закладывал в начале недели но вчерашнее закрытие дня достаточно такое агрессивное она этот шанс уже уменьшила очень сильно поэтому я больше уже склада склоняюсь к варианту что 1 10 мы на этой неделе не пощупаем и будем только расти 1 12 1 15 до такой перспективе далекой поэтому покупаем покупаем евро посмотрим возможно все таки какой-то сюрприз будет от фрс и мы хорошенько уйдем наверх у нас в принципе здесь достаточно такая мощная коррекция формате накопления коррекция это всегда накопление чтобы потом рвануть наверх вот к примеру как было вот здесь а здесь такая небольшая и было вот вот это тоже такая вот в июне такая глубокая тоже волнистая коррекция и мы тоже очень сильно ушли но есть вот этот нюанс который я сказал что вот когда идет такая коррекция такие волны то она может иногда под затянуться и имея ввиду что может быть сюрприз от фрс не только в сторону ланга а вот еще тест 1 10 поэтому соблюдаем риски на вся на на вот такой случай чтобы потом вы могли еще раз закупиться там до докупить евро или там перезайти и так далее да но пока основной сценарий ланга хотя есть мне там и вариант спекулятивных снижений по поводу если смотреть вот ты затронул тему такого формата отчета и ецб что не там по поводу экономики что-то говорили вот если такой перспективе глобальность смотреть то я вижу евро еще роста там один пятнадцать на плюс минус да точно нельзя сказать там это будет один 18 или выше или ниже и так далее но глобальной перспективе я вижу что евро но потом будет идти на паритет потому что экономика европы она хуже чем американская намного это первое то есть цель даже вот сейчас военных действий которые происходят это тоже ловушка для для европы со стороны сша на и она европу до загнала чтобы убрать конкурента евросоюз это очень сильный конкурент то есть этом сколько население 500 миллионов до плюс экономика они германию практически убили во первых у них там это зеленая энергетика атомные станции то есть убрали газ дорогой короче там все будет плохо поэтому если долгосрочной перспективе то после вот этого финального роста по евро я дальше дальше буду рассматривать долгосрочное снижение на паритет и ниже намного ниже там 080 возможно и ниже но это уже позже по время тоже думаю не там где-то полгода год будет плюс минус вот как то вот так долгосрочно дальше по поводу золота ну здесь рост только в принципе я в прошлый раз рассчитывал тоже на какой-то я говорил что мы возможно спекулятивно пробовать чертить я ошибся с этим и когда мы уже начали пробивать 25 30 я уже со своими ребятами там советовал покупать то есть на пробой до этого я пробовал спекулятивно шортить и скажем рассчитывал на на какой-то такой развод на рынке почему так как большинство хотя по твоей статистике там большинство шортит на все равно там крупные игроки покупали золото но рынок такая штука что мог мог скажем немножко скорректировать на текущий момент в принципе я дальше за покупки то есть возможно вот у нас сейчас идет небольшая такая консолидация вот вот вчера было мы практически на месте торговали сегодня плюс минус еще но день не закончен вот здесь там стоит потихонечку дальше покупать и при снижении тоже то есть у нас ориентир 25 30 пока мы выше него я только за покупки вот как то вот так ну и нефть давай нефть вот здесь мне кажется очень интересный момент один есть то что мы с тобой практически там последний там месяц-два шортим нефть принципе неплохо даже вот последний раз мы с тобой прошлый вторник у здесь обсуждали шорты мы тоже там уже такой финальный финальный был финальное падение и на текущий момент на я как вариант рассматриваю вот я вчера как раз скидывал еще ссылку на статью из zero hedge по поводу сантимента по нефти сейчас он очень медвежий то есть практически все все там шортят нефть то есть и я бы присматривался к покупкам то есть возможно какой-то будет триггер там на ближнем востоке плюс-минус ближайшее время и пока нефть от марки бренд торгуется вот у меня есть такой локальный ключевой уровень это 71 40 мы его еще возможно будем щупать плюс-минус и здесь возможно уже формируется разворот вот этого тренда я думаю что он еще не до конца сформирован нет еще там полностью потому что у нас получается всего там небольшое накопление но я бы глобально уже начал начинал искать точки входа на покупку по по нефти то есть вот вот такое мне мнение хотя у нас есть здесь куда проваливаться дальше плюс мы получается вот вот эта зона такая 70 мы ее уже не впервые тестируем в прошлом году здесь мы долго болтались никак не могли и возможно это был такой ложный прорыв мы вернулись выше и дальше стоит искать покупки поэтому здесь потихонечку я бы набирал покупки на понятие куда риск то есть ниже 70 точнее да где-то ниже 71 вот здесь я бы риски выставлял если уже провалимся то лучше фиксировать потому что вдруг скажем мы получим там более сильное снижение но вот я как бы на ближайшее скажем время я буду искать точки входа на покупку уже начинаю скажем потихонечку и у меня цель сейчас на разворот нефти вот как-то вот так виталий спасибо тебе за рекомендации ну что ждем тогда фрс как это знаковая для всех рынков событий повлиять на основные инструменты мы с тобой в принципе проговорили но теперь дело за рынком в итоге что он покажет мы это условно с тобой обсудим следующий вторник поэтому друзья ни в коем случае не пропускайте наши совместные эфиры контент прежде всего готовим для вас виталий тебе спасибо за рекомендации за твое время и хороших трейдов в рамках этой недели тебе и всем нашим подписчикам до скорой встречи пока пока удачи